Завод, ремонтирующий подвижной состав и академия, которая готовит кадры для сельского хозяйства. Общего между организациями, казалось бы, мало, однако это только на первый взгляд. По направлениям агроинженерии, теплотехника, наших специалистов и, конечно же, вот те компетенции, которые сегодня завод обладает, хочется, чтобы наши студенты во время прохождения учебных и производственных практик овладели вот этими тонкостями. То есть, правильно, как уже Сергей Александрович сказал о том, что сегодня даже подготовить высококлассного сварщика надо пройти именно как раз ту практику на заводе. И я думаю, вот если мы здесь даем только азы, а те навыки, которые есть на заводе, а мы приобретаем студент именно уже на заводе. Мы готовы всех взять их, не только на практику, то, что мы отдельно потом программу составим, наши службы, но и кто желает, например, после учебы или в выходные дни или во время каникул поработать, а получить какую-то рабочую специальность, мы готовы эти услуги предоставить. Мы понимаем, что не все сразу умеет, не все сразу знает. Он получает заработную плату или, как мы называем, стипендия завода в районе 60 тысяч рублей. Директор завода отметил, средняя зарплата на предприятии сейчас 92 тысячи. В планах до конца года поднять ее до уровня 95-100 тысяч рублей. Аналогичные соглашения о сотрудничестве ЛВРЗ уже подписал в СГУТу, а также БГУ. Дорсиданов, Редактор Друзьевич, телекомпания АТВ.